Ребята, привет! Привет! Это канал Спинфиллер ТВ и его ведущие Фёдор и Лёха. Давайте, ребят, с наступающим. Как вам наша ёлочка? Миниатюрно. Конечно, у воблероманов вместо игрушек должны висеть воблеры. Ну, ладно, это не ёлка, а типа из вообще-то. Так, у нас новое поступление. И мы вам про них сейчас расскажем. Всё-таки мы в сезон чуть-чуть готовимся. Ну, то есть не так мощно, как в том году. То есть уже покупки все обдуманно. И лично, как бы, то, что я куплю, я уверен на 100%, что все они будут ловить и очень круто ловить. Фёдор тоже стал поменьше мегабаша покупать и стал более тщательно продумывать свои действия, потому что денег всё-таки не безразмерное количество. В общем, покажем. Так, ну что, сразу начнём с кадре? Да. Вот, ребята, наконец-то мы его взяли. Это у нас великий и ужасный гангкарт. Swimbait. Да, Swimbait двухсоставной. Модель Jointed Clow S Sond 115. Получая. Получая версия. Весом 36 грамм. Должно, как я вот его взяли, и медсант наконец-то. И ты в нём полностью уверен. Ну да. Теперь я в нём полностью уверен. Мы сейчас потом поближе с ними вёл. Пока, как бы, издалека покажем. Вот такой он. Ну, в принципе, небольшой 115. Я думаю, он больше будет. У меня 115 даже с хвостом. Ну, под такого, под небольшого карасика. Ну, я как читал, это как бы разработчики. Ну, не разработчики, но именно так. Заточка идёт под карповые. То есть это какое-то рыба семейство карповых. Я думаю, карпик. Да, карпик, карасик. 100-граммовый карпик. Он реально очень толстый смысл. Толщина вот такая у него. Ну, и тяжёленький томаси. Тихий он. Тихий, конечно. Чем не нравится гамках, что они не делают погремушечных проблем. Чё-то, чё, расскажи что-нибудь про него. Чё, знаешь, ты? У нас теоретики, чё-то у нас на все лобля. Чё-то больше покупаю по интуиции. Ну да. Всё так информацию. Ну, вот тут, на задней стороне коробки. Мы потом это покажем всё вблизи. Тут описаны основные методы проводки. Ну, основная тут медленная, короче, проводка равномерная. Стоп-н-го. Медленная проводка и рывок там. Можно опустить на дно его. Вот я планирую именно такую проводку приметь. Опускать на дно, ну или чуть-чуть до дна не доводить. Потому что на дно опустить, там зацепы, где мы варим. Да. Поэтому надо так просчитывать. Сложно варить домашними лоблярами. Но когда так научишься, там, как Фёдор, когда поехали на водоём, он с часами был. Я говорю, что зачем я это часом? Я буду по секундомеру считать, насколько она погрузится. Ну да. Да, да, да. И он, в принципе, так спустя некоторое время приловчился, так секунд десять, типа она так, там, помню, ты передержал 15 секунд, зацепился сразу, типа поп, так 12 секунд, вот у самого дна. И вдоль дна так чик-чик. Я тогда даже разловил её. Да. То есть, эта тема такая годная. Ну, Ганкрафт, это Ганкрафт. Что вы знаете, как Ганкрафт? На что способен Ганкрафт? Он ловит. Что расскажи по наличию Ганкрафт Трэс 128? Ну, Ганкрафт Трэс 128, СФ, теперь уже на бит-бейтс нету ни одного. Смелив всех ни одного. Я ещё неделю на дашнюю было. Не знаю, благодаря кому это. Ну, думаю, что наш видос в этом тоже помог. Так, ребята, если вы Ганкрафт берёте и посмотрите наши видосы, всё правильно делать. Ну, тут ещё, что можно сказать. Тут ещё вот, ну, мы это покажем поближе. Сменный хвост, хвосты можно менять. И в зависимости от хвоста идёт другая проводка. Вот что, для меня, ну, я думаю, что это. Так, ну ладно, главное. Ребята, вот такой красавчик. Ну-ка, дай-ка я покажу. Ну, так полностью его. Должен оценить качество. Этот воблер, это Феррари в мире воблеров. Просто, изумительно всё сделано. Вот тут ход к системе слишком сильный. Это даёт не такую активную игру. Угу. И у него и работа вялая. И, соответственно, на вялую игру... У Ганкрафта всё продумано. Да. Соответственно, на вялую игру, вот, пассивная, сука, лучше клёвать. Ну, на ютубе есть видосы там, где он... Ну, его гоняют. Я б не сказал, что что-то вау. Ну, я уверен в том, что... Ты понимаешь на него... Раз я вообще продать хотел. Потому что я посмотрел, всё там же игра такая, у него вообще как бревно. И, тем не менее, теперь понимаю. Вот такой. Type-S есть ещё плавающий. Он весит 28 грамм. И он стоит дешевле. Ну, кому нужен плавающий? Вот этот плавающий абсолютно... 200 стоит. Вот, видите, такой хвост. И ещё идёт вот такой хвост. Два хвоста. Он как бы сверху, где он так чик, достается, и этот доставляется. В зависимости от хвоста можно применять разную игру. Вот тут вот нарисовано. Вот ещё такой, кстати, хвост где-то должен быть. Ну, это, видать, отдельно покупать. Ну, вот у нас такой хвост вот этот. Соответственно, как видите, игра с таким хвостом, она более часто идёт. Он будет более... Ну, при равномерной проводке он будет чаще нырять влево-вправо. Вот видите? То есть, с таким хвостом он будет как бы, как с такой супер-сваломник. По такой большой траектории играть вот так вот. А с таким хвостом он будет более часто. Так же, вот тут варианты проводок. Тут всё, ребят. Просто берёшь воблер и подробная инструкция, как им вырвить. Вот мне нравится очень вот этот вариант. Когда ложишь, на дно положил, потом так... Со дна его так. Со дна тихонечко потянул, он так, как такая полумёртвая рыбка. Ну, как типа даже на джик чем-то похож. Да, из последних сил, которые так всплывают и опять тонет. И вот так. Это просто, блин, шути любят такую штуку. Эта вещь. Вот такая коробка и вот такой вот Ганкрафт. Вот написано липлесс свинбейт. То есть, безлопастной свинбейт. Размер 115. 36 грамм весит. Так что, это Феррари, ребята. И он принесёт тебе много щуки. Я не сомневаюсь. Цвет 02. Видите, вот это вот красное пятно. Я так думаю, что это как бы задумано, что типа кровь из жабр в раненой рыбке идёт. Всё-таки красный цвет длиной волны, он очень хорошо виден издалека. И вот это такая раненая рыбка. Представьте, что вот этот карасик, он так медленно переваливается и так тонет, так тук-так на дно. Он же на дно-то не ложится, он вот так вот встаёт. Ты говорил, вот так? Ну да. То есть, вот под таким углом он на дне стоит. Не так как бы, не на бок вылится, а так встаёт вот так. Угу. Всё. Так что, это так заделано будущее. Будем, ребята, разлавливать эту необычную приманку. Так что, следите за нами. Следующий сезон будет интересным. Я в этом никак не сомневаюсь. Ну что, с Ганковом разобрались. Дальше идём. Это очень такой крутой элитный японский тонущий составник. Ну да. Ценой такой уже как два крупных воблера. Правильно? Конечно. Две рубли выкупить или один этот. Так что, ладно. Это всё равно он по осени будет. Больше всего на осень. Можно летом я всё равно буду ждать. Весной. Весной тоже, да. Весной. Ладно, продолжаем. Следующий. Следующий боец в архенале. Это. Тоже. Новинка. Все тревоги, которые вели, это все новинки. У нас их никогда не было. Мы их никогда не вывели. Да. Это у нас, значит, GSC. Minou. Minou 89. От компании Issei. Issei это бывшая от Цунетичи. От Цунетичи это не попса, ребята. Цунетичи это, как там, Лова сказал. Эксклюзивная мусора. Он показал, кто папа на реке. Помнишь, когда там, если какое-то так случилось. Да. То есть. Ну, плюс Серёга Маденов. Серёга, привет. Он фанат вот этих штук. С его подачи мы взяли. То есть. Он на него уже... Прошлый сезон очень плотно бавил. И говорит, что где... Он нам посоветовал этот рублер. Он говорил, где лиц пропускают. Да, да, да. Этот все собирают, да? Угу. То есть. Миношка. 89, ну, 90 Миноха. Весом 8 грамм. СБ. Версия с X-Pender. Единственное, что мне нравится, что она сумовая. И там это СДЗ шумит. Это СДЗ шумит, да. СДЗ это хорошо. Ну, как бы такой, не погремушечный такой. То есть. По форме, да. Чем-то на рейс чуть-чуть похоже. Ну, играть, я думаю, вот он нормально. Весело, Миноха. По лету, я думаю, будет работать. Ну, и по осени тоже. Вот она. Она будет вложиться в эту вот коробочку. Вот такая коробочка. Тут 90 сегодня, десятки. Основные бойцы все здесь лежат 90. И тут не только Япония, ребята. Хе-хе-хе. Теперь мы покажем вам поближе вот этот рублер. Ну, и сюда про него сегодня все расскажем. Ну, вот. Такая вот Иссей. Обычная Миноха суспендер. Твичевая, да? Да, твичевая. Как ты думал, что у него есть потенциал? Я думаю, очень большой. Почему? Ну, потому что это, как бы, улучшенная хама мину. Ну, да. Разработчик. Кто? Вот. С японскими именами у меня проблемы в произношении. Хирутикает что-то там. Мураками. Мураками, да. То есть. Суникичи так считаются топовыми рублерами. Этот цвет 01. Ну, один. Первый цвет. Классика. Такой натуральчик. Чуть-чуть желтая. На фотке видите в интернете. Я думал, что он был чисто серебряный. Да, нормальный цвет. Я тоже думаю, что нормальный. Вот. Небольшая лопатка. Не упористый. Можно твичить его любой лапшой. Равномерка. Смотрите, какие глаза. Суники явно понравились. Настоящие. Как будто. Как будто. Тут прикольно, что один тройник. Больше, да? Идет. Этот меньше идет. Для чем это все там? Ну, там система СДЗ, она чуть назад сдвинута. Все шары. Ну, чтобы сбалансировать, как бы его сюда повесили побольше тройник. Если такой же был тройник, у него бы дифферент на хвост бы был. А так он, клад-суспенди, она полагана так будет снять? Нет. Скорее всего, вот так вот. Ну, то есть, минимальный наклон или даже вообще горизонтально? Да. Ну, это мы пока не знаем. Теперь у нас по воблерам новые планы, что будем снимать, ну, летом игру снимать. Будем подводную съемку делать. То есть, и по каждому воблеру хорошему будет отдельный обзор. Ну, да. Такой минут на 15. То есть, где полностью все рассказано и нарезки будут. Как на него Федор будет крошить хищника. Так что, вот. Новинка из SEI GSC Minow 8.9. Цвет первый. То есть, такой натуральчик, блестючий. Вообще круто. Вот так вот видосы такие смотрите с таким качеством, чтобы вы, ребята, могли прикинуть именно по цветам воблеров. Вот. Ну, вот этот 0.1. Первый цвет. Все отличный. Вот такой. Ну, и третий боец в нашем арсенале это, конечно же, Z-Baitch. Хамсин. Джуниор. У них хамсинов есть три модельных ряда. Бэйби. Какой-то сороковник. Который не особо. Джуниор. Который самый такой. Из мелких популярных. И обычный хамсин. Еще и диповый есть. У меня обычный хамсин есть. Это подарок от подписчиков. Спасибо вам, ребята, что вы иногда радуетесь. 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 Радуетесь за нас. И радуетесь наш своими подарками. Что-то тут. Не зацепился он хамсинчик. Вот такой хамсинчик есть. Ну, мы больше поймали номера так-то. Если так быть честным. Вот такой хамсин. Ну, и тут хамсин идет маленький. Это чисто по окуню. Прежде всего. Ну, блин. Окуневый воблер. Это считается, да. Окуневый убийца. В первую очередь. Ну, я уверен, что он так же будет ловить езей. Головлей. В общем, следонаправленно купил его для сплава. Такой вот малыш. Что он, весит 4 грамма, по-моему, да? 50 миллиметров. 50 миллиметров, 4 грамма. Загубление, метр. Ну, такой уменьшенный обычный консин. То есть, мираж 50-ка. Хорошо ловит. Вот хотелось, как бы, сравнить. Стоите там, например, в два раза больше. Но. Косодака стоит 340. Этот 800 стоит. Да. Ну, блин. Цвет, как обычно, мой любимый. 300R. Сейчас покажем поближе. Что могу сказать? Плетает он будет нормально. Работать он будет на Aurelie. Сейчас там 2-2 ночи. То есть, когда мы идем на сплаве, там идут у меня такие все небольшие стримовые миножки. Смитэй инсайд 50-ый. Он на метр заглубляется. Он пойдет к ним. То есть, плывем, к примеру, сплавом смотришь, где помельче там. Тидаешь одни лоблеры. Хоп, где поглубже. Тидаешь вот такие лоблеры. Равномерка, твич, все что угодно. Сейчас покажем поближе. Вот. Суспенд. 4 рамма. Ну, все-все видно. Джуньер. Я давно хотел Джуньера в коробку. Так, дай-ка я тут присяду поудобнее. Так. Ну, теперь покажем вблизи. Вот такой малыш. 50-й. Цвет 300R. Мой любимый Узи Бейтса. У меня этот Рафаэль такого же цвета. Кстати, этот хамсинчик пойдет в коробку по всем стримовым воблерам. Там, где Смит Дейнсайд и 53-й Рафаэль. Ну, вот такие все мелкие воблерочки. Летние. Ну, прежде всего, мне кажется, он по окуню будет работать. Потому что окуни любят такой хамсиновый формат. Ну, да. Ну, и голавль, там, ясь тоже, конечно, будут его есть. И ясь, вот, наверное, я поймал на 800 грамм, на крик Джека 58-го. Ну, такой, это было уже в конце августа, когда белый хищник переходит на животную пищу. Жуков уже нет, и он начинает жрать мальков. Вот он, ребята, чистый малек. Ясь, голавль, там, по концу лета окунь, шука тоже было. Да все это. Вот. Если там сказать, выберите универсальный воблер для справа, я бы взял либо этот, либо Смит Дейнсайд 53. Ну, то есть два вот таких воблера. А 44-й? Ну, может, через все. Маленький, хотя я думаю, он же тоже у нас новинка. Ну, да. Поэтому мы пока не знаем, как он будет работать. Может, он так же, как Хамсины 40-й? А нифига не ловит, а 50-ка будет хорошить. Может, и 44-й Смит будет фигово ловить. Может быть, и так. Вот такой. Классный. Попробуем. Всем привет. Ха-ха-ха. Мой очень любит гвозиться. Вот такой кот и такие вот воблеры. Уверен, уверен. Все три покупки такие точечные, выдуманные, выверенные. Ну, ты знаешь, что они все сработают. Да. Раньше мы покупали много там. Чисто вслепую. Для экспериментов. А сейчас как-то такая уже есть уверенность. Именно и по цветам, и по размерам, и по моделям. То есть стопроцентное попадание, да? Здорово. Вот такой. Ну и вкратце покажу основную рабочую коробку 90-х воблеров. Это по сезону. Вот поэтому 17-го года. Ну, расскажешь там, какие сработали и какие не сработали. Ну, это отдельно потом записано. Ну, вот РИКС 90СП. Вот этот классный. Вот тот вот. Как его называют? Вот этот джип легендарный. 515-й. Ищи с кусами. Дальше там FX0. Убийца Судаков на перекате. Вот классный воблер, ребята. Ты рекомендуешь его? Очень рекомендую. У него уже пойман. Ну, два десятка точно. Чисник. Но это же мегабас. Ну, именно этот мегабас ловит. Также Асура плавающая. В Маттейгере. Убийца Акуней летних. Хамчинчик пока молчит. Этот Риг Дартер тоже молчит. Склад 80-й. Классно ловит. Так, это что у меня? А, этот. Пантун Преференс Миноу. Пока не разловлен. Асура СП. Так, плавливает. Но пока тоже звезд с неба не хватает. Может я в него не верю. Вот он, М1 Гарант. В этом сезоне наконец-то я его разловил. И могу сказать, что хороший воблер. Орбит 80-ка. Ловит. Ну и это. Страйк Про Джампер. Копия Риджа. Классно. Именно в Маттейре. Классно будет. Вот это основная боевая коробка летняя. То есть с ней можно смело идти. С берега там ловить. На реку. На реку. Да и не только на реку. На настоящей воде. Универсальная коробка. Вот с этой коробкой идешь. Тут смотри есть значит мегабас поверхностник. Да. Джип там полметра. Потом метровики и полторашки. То есть тут до полутора метров все воблеры есть. Все глубины как бы перекрываются. Плюс несколько воблеров пока еще я не понял. В частности мегабас стрикдартер. Но играет классно. Блинчик больно громко. У меня такой шар огромный. Вольфрамовый. Бум. Бум. Так фигачит. Вот такой у меня наборчик восемьдесяток еще где-то есть. Но это такая основная коробка. Остальные так пока волксайдер. Ну что ребята. Вот первая серия наших ходновок. Все таки зима. Ну то что мы купили в ближайшем как сказать времени. Шадар любит воблера покупать. Очень. Очень. И я люблю. Ну как бы сейчас пока нет возможности так много. Ну иногда можно купить. Ну что привет. Поздоровайся с ребятами. Мы в отдельной комнате сидим. У нас такая студия звуководительная. Так что пишите ребята в коментах чем вы себя порадовали. Может что можете посоветовать какие-нибудь ловистые воблера. Обычные. Ну и сейчас как бы у нас уже вся попса куплена. Все такое стандартно. Все куплено. Теперь мы будем обращать внимание на какие-то необычные. Неизвестные, малоизвестные воблера. Здесь у нас такая тема что очень редкие японские воблера нам дадут. Паша привет. Дашь нам на обзор и мы для вас покажем там такие рикеты японские. Это было очень интересно. И в плане как бы повышения своих воблер знаний. Куреку все круто. С наступающим вас ребята Новым Годом. С Новым Годом всех. Так что. Перейдите себя. Покупайте воблеры. Ну и чтобы все было круто у вас. С вами были Леха и Федор. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова